Здорово, пацаны, тры! Так, давайте тогда продолжать защищать этот великий лес, по-другому это не назовешь. Самый здоровый лес, что я видел вообще в этой игре. Вот, дочистим его, он тут уже немножко осталось, и пойдем как раз мы в лесной лагерь и в лагерь с паладинами. Тут реально уже осталась фигня. Блин, ну это капец, посмотрите. Вы меня сегодня точно заведете. Эти конченые кровяные мухи, они тут реально, блин, по-моему, вообще на каждом шагу. Я думаю, я уже всех перебил, но они еще есть. Угольный корень, вот, блин, это огненная трава. Грибочки. Дикая ягода. Что, блин, ты... Посмотреть, сколько здесь всего-то, а? Так, а где эти... Поулетали все мухи, что-то, и волки поубегали, они волк, он идет. А муха не вижу. Вот сейчас по-любому так и будет. Я сейчас буду валиться с волком, и прилетит муха, меня его жалит. Могу поспорить. Поэтому давайте ее сразу, короче, уделаем, да. Во, все, и не будем париться. Тя! Зацелите гоблина на камень, выбрался. Типа богор, богор, богор на камень, нифига себе он, кабан. Борзой какой. Ого, нифига, это махач, вы видели, пацаны? Так, давай, давай, давай быстрее этого гоблина, оконченного. Зацелите, какой-то махач, ты шо? Вот это махач, елки-палки. Просто-таки какой-то мега-махач, по-другому, наверное, даже не назовешь. Так, кабанчик. Кровяной шершень. Отлично. Где наше мясо? Так. Засеемся по-любому. И пойдем туда на тот мега-махач. Правда, я даже не знаю, я этого справлюсь, не справлюсь, потому что там, честно, столько зверей всяких, тачка-пец, просто полный. Он тут еще, а тут, в принципе, два улока, тут полбеды. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, идите-дите, да, на кабана, идите-да, на кабана, идите-да, идите-да, на кабана, идите-да, на кабанах. Что за говно? Там очистый слепер баранку, а? Ты шо, жесть. Блин, щас заграсят меня волки. Блин, пипец, а. Вот это пипец. Я-то думал, что, блин, волки меня вообще там почти не коцают, из-за этого так уже начал именно вообще не париться, что они меня там грызут, а они меня загрызли, скоты такие, а. Шо творят, падлы. Такой толпой меня загасили, вообще жесть, конечно. Блин, придет сейчас свет заново зажигать, ну, блин. Это, конечно, не сильно радует. У этого камня, кстати, что-то игра подлагивает. Глючный камень, так сказать, я не знаю, о чем прикол. Вот, реально, что-то вот именно, когда вот возле этого камня, то игра что-то начнет подглючивать. Буряна, какие-то такие, подглючки такие и есть. Ой. Там вопрос, чтобы мы с ним вот где-то степера бы загасить, а он и тут при 3 часа гасит барану, как он порывает. Ой, опять такие, блин, это лепест. Слушай, сейчас опять запилятся. Короче, пацаны, ладно, все, хватит, хватит этих. Хватит этого безумства, я, короче, сейчас просто возьму магии, я и на разопиливаю этих снэперов или парочку волков, да и все, потому что если я этого не сделаю, то я буду, походу, так долго еще попытки разные делать, прорвать оборону, это просто непес. Чересчур там, наверное, много зверя даже для меня. Так. Раз, два, три. И, короче, буду так вот тупо гасить, гасить. Вот. Давай, дохнем. О, все, этому зашибись. Вот это мы справились. Пришлось, конечно, маны нажечь, но, блин, шо ж поделаешь. Тут такие дела, что вообще капец. Это мой лес. Так. Блин, там еще волк ходит, но продолжу только один. О, кабана шо, сожрали, падла? Я, блин, прикиньте, его обыскиваю, с него взять нечего. Сожрали все, наверное, вместе со шкурой. С голодухи, братишки. Так, кабан, снэпер. Волк. Ага, этого мы тоже уже обыскивали. Хорошо, все, тогда надо теперь ману, короче, пополнить. Давайте, наверное, даже с суперзелем, чтобы долго не париться, короче. Где там наше мяско. Отлично. Ну, и что, наверное, грибочков. Грибочечками долечимся, да и все, и пойдем туда дальше зачищать. Только я вот не знаю, в какую сторону идти, потому что у нас сзади есть волк вроде бы, как какое-то пространство, которое я не зачищал, да, там вон еще и гоблины. И туда, наоборот, идти, там тоже, блин, по-моему, то ли снэпер стоит, то ли что. Даже не знаю, короче, кого зачищать. Первый, наверное, давайте сначала пойдем туда. Наверное, так будет как-то проведенее. О, тут еще и схрон с грибами, зацените какой некислый. Там еще снэперы, да сколько ж вас здесь-то, а? Я-то думал, я уже почти весь этот лес зачистил, но так смотрю, что у меня, похоже, то ли зачищать и зачищать, то ли что. Наверное, этот лес никогда не закончится, елки-палки. Грибочки. Так. Что, вроде бы грибочка больше не видно. О, вот еще, ты что, блин, там столько этих снэперов, капец. Видали, а? Три штуки. Там где-то, кстати, я должен будет еще быть тролль. Где-то, вот, кстати, я там еще один. Это я тоже помню. Тоже будет и ягода тролля, не, вишня тролля, и, да, вот тоже там будет находиться. И, кстати говоря, там будет еще одна книжка Хроманина. Ну, правда, она будет, по-моему, то ли третья по счету, но точно не вторая. Я вот помню, что точно не вторая там будет книжка Хроманина, поэтому там сейчас мы там ничего не найдем. Но вообще, в будущем, когда уже так насобираем, и нам нужно будет где-то третья или четвертая книжка, то она будет находиться вот где-то именно там. Вот. А, еще здесь, как видите, полный полно шныгов, вот это прикол, мне не совсем понятен, потому что шныги, они всегда возле воды находятся. А здесь шныги тусуются на каком-то уступе скальном, да? То есть вообще непонятно, что они там забыли. Что за фишка, короче? Так, грибочки мы собрали. Но тем не менее, не то, что что-то здесь пасутся. А, блин, а где же тролли? Я точно помню, что здесь должен был быть тролли, а? Можем в другой голове появиться. Ну, я, в принципе, так что, мне-то, блин, без тролля даже так будет подручнее, как говорится, да? Не нужно будет париться его мочить, ману тратить опять-таки. Мне так даже удобнее, прямо скажем. Просто что реально он запомнил, что где-то здесь должен стоять и узнать, а вот реально... Не успокоюсь, пока не найду, что называется. Так, давай сейчас шныгами, наверное, сразу разберемся. Пришел у вас смертный час, я буду тушить, короче. А, вон, он, да, стоит, уже видно тролля. Так. Так. Ну, че ты, ёпта. Давай дохни. О, наконец. Так, с этим тоже разобрались. Хотя, в принципе, да, вот сейчас мы дочистим вот эту тут фигню с троллем, и, в принципе, считаешь, уже все, считаешь, лес зачищен. Вот там разрешу реально пройтись еще в ту сторону, где мы увидели черных гоблинов, но там, по-моему, уже не так-то и много монстриков осталось, на самом деле, и реально... По-моему, это уже реально все. Ну, и по дороге к замку там будет парочка драконьих снайперов, парочка. А, все тех же. Че, там? Вы видали этот глюк? Там три тролля какого-то Макара. Вот это жесть. Такого глюка у меня, кстати, реально не было, это вообще полный пипец. И не подумайте, это так не должно быть, на самом деле, потому что я когда проходил в прошлый раз, там был только один тролль, это я точно помню, нахуй, что. Какого у Макара их там появилось три, я че-то вообще не могу понять. Что игра сильно подлагивает. Короче, ну, пацаны, подождите, я щас, короче, выйду, послушаю, что я играю, она подлагивает. Вообще, одну фишку, сейчас, по идее, будет получше. Блин, ну, три тролля, три тролля, это, конечно, пипец. Это ж не один, два, это, блин, три тролля. Это их запилить, запилю, да, возможность, как бы, у меня есть, тут я спорить не буду, но при этом, это ж, сколько я реально потрачу мановый, пацаны, вы прикидываете, это ж... Ну, все равно, к стерео подлагивает, я чуть не могу понять, что за прикол. Ну, возможно, здесь такая локация, в принципе, такое тоже бывает, в игре довольно-таки часто, что... Такие локации, в которых играли, она поддергивается, так скажем. А дети, драконе, снэперы, которыми я загасил один из них. Пропали где-то. Блин, реально, я даже не знаю, чем мне делать. Как-то я живу с тремя остыми, а просто троллями валиться, как-то не особо охота, блин, я живу завалить-то завалю, но, блин, маны, столько тратить, это ж... Я же сейчас реально взяли маны, натрачу пипец сколько, и как-то не особо хотелось бы. Хотелось бы их, наоборот, поэкономить, а тут меня просто хотят, чтобы я их сейчас так натранжирил, что просто пипец. И, кстати, такого глюка у меня еще реально не было, то есть всякие там бывали, да, всякие там баги-глюки, но такого вот именно, чтобы вот... Сразу три тролля как-то там распаунулись, или как-то назвать, даже не знаю, такого у меня еще реально не было. Даже не знаю, что буду делать, реально. Блин, что-то меня сейчас загасит эти, ну, хоп-то, кита, а. Я напересню, я свои силы, наверное, надо было хотя бы парочку магии прибить, а остальных уже посохом. Хотя, может, и справлюсь. Да, справились, с горем павалом. Ну, в принципе, если мы сейчас все такое соберемся, но самое нужное, то, может быть, натуре и не будем. Смотря, огненный корень был у этого гоблина. Может быть, натуре и не будем даже привалить их троллей, потому что, вот, честно, мне как-то в подвоз столько маны тратить. А, по сути, не особо-то и нужные вещи. С одной стороны, да, с троллей сейчас можно забрать шкуры, клыки, там, да, сердца, и сердец сварить себе зелье, там. Тут я тоже, как бы, спорить-то особо не буду, да, там, шкуры понапродавать, клыки понапродавать. Ну, блин, с другой стороны, я же, мне сейчас мана дороже намного, чем, чем денежки. То есть, вреда я больше сам себе нанесу, чем пользы. Так что, ну, их в пене, короче, этих троллей. Давайте посмотрим, о, ягода гоблина. Чего у нас тут лучше, давайте глянем. И вот, прямо на вот этой вот штуке будут лежать еще один хромонид, но я же там то ли третья, то ли четвертая часть, я вот точно уже не помню. Ну, точно, да, не вторая. А вторая, кстати, я блин, все никаким, вы вспомните, я вторую находила. Вполне, может быть, что вообще, там, где мы начинали наши приключения, там, где, помните, нас Диего нашел. Вот, если я не ошибаюсь, первая часть где-то там будет. Чего ж такое стало, что их тут аж трое, а? Капец какой-то. Ладно, короче, в натуре мы их валить не будем. У меня-то, в принципе, может быть, можно было бы попробовать какой-нибудь там штормом или огольным дождем. Но, опять-таки, он же их не убьет, он их только покосает. Это я тоже помню, что тролли такие крутые ребята, что оно их даже не убьет. Оно их чисто покосает и все, то есть, где-то на пол хп. Ну, и же нам-то что? Нам-то самое главное, это вода была пособирать всякие там грибочки, травки все такие самые хорошие, там, такое, то есть, и, в принципе, можно туда уже не идти. Огольный корень мы забрали, то есть, и уже хорошо, и, ну, его в пень. Потому что я реально, я запарюсь просто их всех выносить. Вы что, ребята, это же писяц полный. Ого, так, блин, ой, как я вас люблю, а. Еще вот этот прикол такой в игре, интересный до момент, то есть, подбираешь к какому-то одному зверьку, и другие от него там будут на расстоянии довольно-таки большом, они все равно вместе с ним на тебя нападут, то есть, тоже такой прикол реально уникальный в игре просто-напросто. Так, сейчас зажигать свет, короче, все тырить у этих конченых троллей, и бежать отсюда, куда глаза глядят, что-то называется. Так, давай, братишка, ты ускаривайся, потому что сейчас они тебе как вупят один раз своим кулаком, а то, блин, мало не покажется, что называется. То есть, это, кстати, должен быть получерный гриб еще, да? Блин, он там даже не один, ну ладно, все, текаем. Все, отстаньте, братишки, я уже ухожу, ухожу, уже елки-палки. Да, три тролля, это, конечно, ну его в пень. Возможно, когда вот встанем мы покруче, там, когда у нас будет там, все та же волна смертью Резеля, в принципе, то можно будет сюда вернуться и запенить их сразу троих, то есть, без особых даже их, кстати говоря, проблем. Но сейчас я жирую, там не столько придется париться, что, по-моему, ноту варианта не стоит. Ой, ой, сейчас-то хоть не согрятся эти конченые снайперы? Да ты посмотри, а. О, ну согрелся только один. Это хорошо. Один драконий снайпер, это все-таки еще куда не шло. Вот два драконий снайпера, это реально грустно. О, еще и ману повысили, ну мы вообще красавцы. Может, кстати говоря, здесь вот это вот и подлага, вот эта вот локация, да, в которой я вот сейчас бегаю, то есть вот эта вот часть карты, потому что здесь что-то погручило, и появилось сразу три тролля. Мне очень кажется, что реально, может быть, даже из этого. То есть случился что-то какой-то типа критический бах, или как это даже назвать, не знаю. То есть появилось сразу три тролля, может, из-за этого, кстати, лаги вот эти непонятные в некоторых местах. Ой, ну повторюсь, сколько я не играл, такого у меня еще как бы не было. Всякие там баги бывали, да, какие там вылеты, но у такого-то, ну чтобы, блин, три тролля на сундук мертвеца, да, так сказать. То есть такого у меня еще реально бага не было, это, конечно, прямо скажем. Еще почему-то музыка не играет, вы заметили? То есть обычные звуки в игре есть, а музыка что-то не играет, я не могу понять, что за прикол. Надо сейчас, в настройках глянуть, может быть, какие-то там еще настройки сбились, а? Аж реально интересно, что эта музыка перестала играть. Давайте сейчас засеемся. Все-таки с музычкой, ой, с музычкой, то есть все-таки повеселее, да? Таня, вот музыка включена. Окружение. Что-то вообще непонятно, что с игрой творится, какие-то вообще непонятные глюки, то есть просто, что вы поймете, да, тут в лесу такая музыка была уникальная, птички пели, как сигнализация, помните, да? А это что-то все пропало, какие-то глюки, какие-то лаги непонятные, блин. Короче, ну на самом деле страшные вещи происходят, птички. Блин, их там дофигища. О, так даже хорошо. Надо будет, короче, после того, как я здесь все зачищу, по-любому, наверное, сейвы себе где-нибудь скинуть на диск, потому что я побаиваюсь такого варианта, что знаете, как оно иногда бывает. Хопа, и сейвы пропадут. Игра просто любит так шутить, я уже это заметил. У меня, кстати, я даже как-то раз такое было. Я играл, играл, потом, прикиньте, я игру запускаю, она не запускается, выдает ошибку, короче. А я думаю, что за фигня, захожу в папку с игрой, а там, короче, наверное, половина файлов почему-то была удалена. И сейвы тоже были удалены, прикидывайте. И я потом переустановил ее, и все, и пипец. Пришлось начинать сначала. То есть я сейчас даже так перестраховываюсь на всякий пожарный, и сейвы скидываю себе на отдельный диск. То есть я правда не знаю, с чем это тогда было связано. Может быть вирус, конечно, какой-то, но я сомневаюсь. Мне что-то кажется, что это у самой игры что-то проглючило. Я же игра такая, что она любит, как бы, шутить, да, в кавычках, над игроком. Вот на самом деле, то есть... И вот эти вот вылеты, и иногда сохраняешься, и из игры выкидываешь, да, как я вам уже рассказывал, допустим, в той же новой шахте. А потом загрузиться не можешь, потому что опять-таки будут выбивать ошибку. Вот сейчас какие-то глюки непонятные, три тролля, отсутствие музыкального сопровождения в игре, да, то есть и некоторых звуковых эффектов. Я никогда сего не могу понять, с чем это связано. У тупого, да, никаких звуков у меня сейчас нету, кроме как самих зверей. То есть, ну вообще жесть. Так что от игры можно ждать чего угодно, поэтому надо будет реально вот сейчас мне по-любому не забыть, когда выйду из игры. Сейвы перекину, потому что чувствую, что может быть сейчас такой сюрприз, что вот что-то с игрой станет, потому что вот что-то все к этому идет, знаете, как говорить. Ну, пока что реально все к этому идет. Отлично, не успела она вас ужалить. Так, тут есть чем поживиться, я вот не помню. О, уже есть чем грибочек. Поэтому, кстати, я вот и вам такой совет, вот реально, на всякий пожарный, я не знаю, может быть я, конечно, и ошибаюсь, может быть у меня тогда это был какой-то то ли вирус, то ли сам комп проглючил, я, конечно, тут спорить особо не буду, но, знаете, как говорится, от греха подальше лучше берите, сейвы находите, да, скопируйте папку на какой-нибудь другой диск или там на флешку какую-нибудь там уже на ваше усмотрение, да. Я же говорю, от греха подальше, потому что от этой игры, в принципе, можно ожидать чего угодно. Реально, чего угодно, поэтому, блин, лучше перестрахуйтесь, ребятушечки. Так, смотри, мы еще какой-то кошелек нашли, мы там уже кошельков понаходили, пипец, сколько, давайте сейчас их всех зачистим, угод, два по 100 золотых. А то мы и в прошлом выпуске их все не зачищали, еще один на 50, еще один на 25. Так, ну вот, теперь вроде бы как все, да, там один должен быть кавалор на кошелек, вот, да, вон, все, отлично. Поэтому, мой вам, короче, дружеский совет, да, что лучше сэйвы куда-нибудь перекидывать. И я сегодня обязательно этим займусь. То, что, прикиньте, да, я этого не переживу, если оно мне такую же фишку еще раз сделает, да, и мне придется с самого начала проходить, и запись-то ведь, это сколько придется вам ждать, чтобы я новые серии делал, да. Я реально этого не переживу, я, наверное, из окна выброшу, скажу, зачем так жить вообще, ребят. Это же вообще пипец. Можем смотреть сейчас по поводу музыки, попробовать вообще, допустим, опции звука. Сначала музыку отключить. Блин, я даже не знаю, то есть... Аля, ладно, короче, фиг с ним. Фиг с ним. Я просто, по-моему, когда так вот пробовал, то ли, блин, выключал полностью звук, правда, сохранял настройки, потом, наоборот, по-моему, даже перезагружал игру и включал полностью звуки, по-моему, тогда нормально все звучало, и музыка, и все остальное. Ну, просто мне сейчас реально, честно говоря, впадало перезагружаться, я думаю, что вам тоже будут эти все обрывы кадров не очень-то интересны. Ну, а так, я думаю, игра все равно разлучится, если не в следующем, то после следующего выпуска, я думаю, все звуки присутствовать будут. А может быть вообще такое случится, что мне придется переустанавливать игру, да? Вот если реально случится что-нибудь такое, что я заподозрил, потому что что-то с игрой сегодня явно неладное. Что-то сегодня такое с игрой, что меня очень сильно тревожит, прямо вам скажу. Реально, непонятные глюки, три тролля, отсутствие музыки, что-то, что-то такое тут нехорошее творится, прямо скажем. Реально, я перекину сейвы от греха подальше. Так, что у нас тут? О, грибочек. Так, вот, вот у нас волк, это туда как раз, куда мы собирались идти, да, и гоблины. Вот тут мы еще не совсем все зачистили. Сейчас будем дочищать. Ну и, по-моему, как раз вот здесь вот еще так дочистить, и, по-моему, уже даже реально все, как я уже и говорил, то есть дальше уже чисто идти в лагерь, там, по-моему, уже ничего такого не будет. Давай, гопники. Я же так, кстати, я совсем забыл, я думал, что я в Харине всех боссов перевалил, а помните, там есть еще пещерка возле лагеря наемников тоже с гоблинами? Я тогда, когда там был, я туда не пошел, потому что был слишком слабенький, да, а потом забыл за нее. А там же тоже есть гоблин-босс, по-моему, кстати, терял его и зовут как-то ли гримбок, то ли грамбок, вообще, как-то вот так вот. Последний из гоблинов боссов. Надо будет потом туда обязательно наведаться, не забыть. Вот. А, кстати, а сколько у нас терять сердец троллей? Мне вот просто даже интересно, я смогу себе эликсир сделать или нет? Просто я же их все равно-то успел более-менее нормально даже навалить. Четыре одного сердца не хватает. Ну, можно было бы, конечно, сбегать за теми троллями, но, блин, что-то мне впадло. Просто у меня такой страх, что я начну валить-то одного, да, тролля, а его, братишки, начну за него заступаться. Это будет, конечно, очень грустно, я этого не хочу. Поэтому как-нибудь, наверное, в другой раз мы еще убьем у кого-нибудь тролля. Да и, в принципе, выносливость нам уже сейчас не так уж, что и нужна. В принципе, той выносливости, что у нас уже сейчас даже есть, то вполне хватает, да. А именно 30, а мана уже 213, мы шману повысили. Мясной гриб. Отлично. Так-то у нас какой-то вон под конченый шершень. Давайте-ка его замочим. Отлично. А что вот тут такое? Да, елки-ты-палки, а. Там еще кабан ходит. Блин, да я что-то думал, что я уже начинаю заканчивать этот лес, а вы заценили. Тут еще какие-то непонятные дебри, какие-то кабаны ходят, шершни. Вижу, я уже рядом, думал, что я уже полностью этот лес зачистил. Какого фига здесь еще какие-то звери есть? Блин, мне уже начинает казаться, что это вообще какой-то бесконечный лес просто-напросто. А, это покосанный, он, наверное, просто убежал, когда на него волки охотились. Это что, дозреваю, наверное, да, на него, наверное. Просто тупо убежал в тот момент. И выжил покосанным. Поэтому я его, наверное, и не нашел. А вот та вот фишка какая-то интересная, да, с кровяной мухой, там я точно не был. Интересно, что там есть. Если там вообще чем поживиться, да? Блин, там еще какая-то трава или грибы, или что-то у него, он, вижу, возле дерева. Да, вон, какой-то грибочек, точно, мясный гриб. Чуть было не пропустило, а. Так, теперь давайте, да блин, запарив этот свет, тухнусь. А сколько уже времени с тебя, говоря? 213, он скоро уже начнет светать, это радует. Скоро начнет светать. Это хорошо. Да, ну тут в принципе... Да хотя что тут, болотная трава только. О, отлично. Вот так вот бы всегда их мочить с двух ударов. Было бы хорошо. Так, мы здесь были или нет вообще вот этой вот фигни, в которой сейчас бегаем? То есть что-то здесь пока что только одна болотная трава. А, нет, точно не были, потому что здесь вот еще луговый горец. Если бы вот эту траву я бы еще пропустил, то луговый горец я бы себе не простил бы пропустить. Охраняю тут какие-то, смотрите, шкуры, блин, да, пипец. Так, а ну что она тут такое охраняла? Чьи шкуры просто интересно, может быть тролли? Не, варга тоже до шкуры варга, ржавые мечи. По-моему, я, кстати, раньше такие нычки не находил, когда в прошлый раз проходил. А может быть и находил, просто уже забыл. Так, у меня 18 огненных корней, пацаны, это сколько я могу сделать себе эликсиров? 6, правильно? Да, 6 эликсиров могу себе сделать ману, это вообще випец. Вот это поперло. С огненными корнями у меня в этой серии просто, да. И это же еще не вечер, в принципе, я еще пока что этот лес. лес не полностью зачистил, то есть есть еще там немножко какие-то квадратных метров, где я не был, да. И при этом сколько я уже насобирал огненных корней. Но это, конечно, не все я их насобирал здесь, некоторые я собрал с мертвых лесных гоблинов, да. Причем немалое количество. Я думаю, штук даже может быть 5 где-то с лесных гоблинов собрал. А остальные вот именно, да, именно с земли. Так, что у нас? Так, ну тут мы уже вроде бы как, да, вроде бы как все зачистили. Тут тоже. О! О, вот вам еще один огненный корень, пожалуйста. То есть еще два, и я смогу вообще уже этих зелена пилить, я не знаю сколько. О, падальщики. Сначала насобирали огненных корней, сейчас, короче, мясо себе насобираем. Блин, еще уголы горят, ну блин, ну пипец, а. Какой хороший лес, я не перестану этого говорить, уставать, этого говорить, вернее, реально. Это-то всем лесам лес, реально, блин, в нем есть все, и мясо, и грибы, и уголы горды, и угольные корни, и драконьи корни, и ягоды в обуви, и целые толпы троллей, и хлюки, и лаги, и баги, блин, и отсутствие музыки. В этом лесу реально просто-таки все. Да, очень надеюсь, что в следующем выпуске, когда я уже буду играть, то музыка появится. То, что все-таки как-то повеселее, когда там птички типают. Хотя, кстати, вот птички, если вы сейчас слышите, поют, да, вот я вот сейчас слышу, как птички поют, но музыка отсутствует. А с музыкой все-таки, пускай и не самое там крутой, но как-то повеселее играется, прямо скажем. Так, крапивушка, серафис. О, вот, огненный корень, да? Чуваки, у меня сейчас паника будет, я дайте огненные корни в этом лесу, я так понял, вообще, я даду, блин, чуть ли, что не на каждом шагу, сколько я уже насобирал, прикиньте, да? Я живу, я сейчас еще один огненный корень, у меня уже будет сколько получается этих? 21 корень, да, 21 корень, 7 зелий. 7 и 2, это ману мы повысим на 14, вы прикиньте. И практически все эти огненные корни, пускай там некоторые мы убивали с лесных гоблинов, но факт остается это фактом, да, то есть практически все эти лесные огненные корни мы насобирали вот именно в этой локации, в одной локации. Так, это мы уже по кругу начали идти, да, это мы тут уже были. Угу. Но тем не менее, по кругу не по кругу, а траву я здесь не всю насобирал, поэтому может быть даже и хорошо, что ходим по кругу. Сейчас там самое важное найти, короче, то место, где был мост через речку со шныгами, и как раз через туда мы попадем в лесной лагерь. Ну, а потом в лагерь паладинов, они там, в принципе, вдвоем, рядышком находятся. Вот. Ну, а так вроде бы все зачистили. Конечно, могу я ошибаться, может быть где-то что-то и пропустил. Фиг его знает, я, в принципе, даже спорить не буду, потому что я же лес такой, что тут все одно на одно похоже. И фиг его знает, может быть где-то что-то я и пропустил. Блин, я уже забывал, что игра зависла, но давайте от греха подальше сохранимся. Ну, вообще, что-то сегодня с игрой не то, это вообще что-то, блин, я же у меня аж пугается эта фишка. Необъяснимые просто какие-то такие вещи творятся. Да, вот мы уже пришли к этому мосту. Отлично. Да ты запарил тухнуть, а? Когда там уже посветает? Сколько уже времени? 3.27. Поскорее бы оно уже посветлело. Так, шнега запилили. Тут ничего, никакой травки нету, угольных корней нету, главное, а? Мне бы еще один найти, я был бы просто супер счастливым человеком на самом деле. Вроде бы как нету. Так, тут, по-моему, будут какие-то то ли вархи, то ли чё. Тут, кстати говоря, да, снэпер, это, наверное, есть. Ладно, пойдемте туда, наверное, сначала даже в этот лагерь паладинов, потом уже в лесной лагерь. Давайте, наверное, даже как-то так. Тут, кстати, я, да, вот, вот, легкий боевой топор, алибарда, да, вот. Тут реально есть чем поживиться, как видите. Ой, смотрите, кстати, вот, наконец-то и музыка заиграла, и птичка запела, то есть уже кое-что-таки проглючило. Это радует. Так, грибочки мы забрали. Так, вот мы и на месте. Стой. Да? Только. Отлично. Это и есть та группа паладинов, которые, помните, мы когда говорили с одним, блин, с Тенгроном, по-моему, да, когда мы говорили с Тенгроном, он говорил, что он добрался до замка, а остальные паладины, как бы его соратники, да, где-то пропали. И вот, собственно говоря, это и есть эти паладины. И другие воины, мы потом сообщим ему эту приятную новость, он, конечно же, обрадуется. Вот. Ну, и за этот квест мы получим, конечно же, опыт. Насчет какого-то другого, даже не помню, там, может быть, потом вот тут какой-то. Да, там, полно, когда будешь проходить этот квест, там, вследствие, да, там, какие-то еще квестов, она проходишь, то дадут, как бы, кольцо Иноса, там, полно, такое будет, читерское кольцо. Ну, там, хорошее будет, защиту давать, я считаю, вроде этого. Вот Альберт. Так, базарим с ним, базарим, базарим. Хорошо, я сообщу, герой, ах, этому. О, вот, а паладин Тандор, случайно, из твоего лет отряда, да. Все, и мы должны сообщить этому, блин, как его зовут, а? Забыл, ну, короче, тут главный паладин в замке паладинов, который должен нам еще написать письмо о доказательстве существования драконов, в Хрудниковой долине. К сожалению, забыл я, реально, как его зовут, ребята. Вот, и ему нужно будет сообщить, что здесь еще есть отряд паладинов. Ну, тика ягода, как я так пропустила. О, ну, наконец-то уже посветлело, как видим. Это, конечно же, радует. Что же, так даже поднадоело зажигать лампочку Ильича. Так, ну что, вышли? Отлично. О, заценить, здесь есть черный глиб, который не берется почему-то. Не, ну, пацаны, я вам все могу простить. Здесь любые баги, да, ну, блин. Ну, капец, а. Вот этого я вам не прощу. Лишили меня моего черного гриба, ну, капец. Так, сэвимся. Сейчас тут волчару завалим. Там еще он снэппинг, да? Да, че ты, блин, давай, док. Да ты посмотри на него. Это супер лок попал, что-то на пост. Еле убили. Так, где-то наше мяско. Мяско. Так, и сразу давайте, наверное, даже пополним ману. Вот, чтобы эти, пацаны, тут где-то огольный корень бы охраняли, вообще было бы зашибись. А че такое он, блин, а? О. Отлично. Запилили. Кушаем гриб. Хотя нет, грибочки, наверное, не будем кушать, потому что они будут долго, но как бы понять. А все равно мы себе никак не повысим сейчас ману. Поэтому вот каким-то таким макаром до восстановимся. Ну все, этот момент наконец-то настал, потому что я уже боялся, что этого никогда не настанет, да? Мы, в принципе, уже полностью... О, огненный корень, да? Блин, а? Мы, в принципе, полностью уже зачистили этот чертов лес. Которому реально уже казалось, просто реально казалось, что этому лесу просто напросто нет конца и края, да? То есть, блин, я его зачищаю, 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 зачищаю. Он все больше и больше как будто становится. Так вот тут еще есть драконий, снайпер. Кому-то тоже будет он охранять, только кошелек какой-то, только сливки маней, я уже не помню. А что точно будем хранять это, по-любому? Отлично. О, ну вот, уже не зря мы его зачистили, потому что тут угол-горез был. Да, вот, видите, там какая-то нычка есть. Ух ты, еще лесные ягоды. Да, вот тут у нас когти, шкура рептилии, еще когти. Монетка, зелье, кошелек, да ты шо? Так, там ничего нету, опа. Че-то, че там было? О, старинные монеты. Хорошо. И тут еще тоже что-то где-то видел, да, вот зелье какое-то. И серо. Че-ка, черга, ну ничего себе. Все, теперь вроде бы все забрали. Так, давайте посмотрим, там зелья обычные были, да, да, зелья обычные. Поэтому, в принципе, разве что, единственная толковая вещь, это там кошелек был, походу, да? И на сколько же золотых? На 100. Отлично. Смотри, а в этом лесном лагере, по-моему, можно будет у того же торговца, у которого будем покупать зелья маны, по-моему, у него же можно будет купить свитки превращения в лесного жука. И еще панцирь и краулера. А мне как раз только один панцирь нужен для того, чтобы сделать доспехи. Вот так вот. Поэтому, короче, сейчас мы его купим, и еще и этот квест уже, считайте, что сделаем. А за этот квест, как я говорил, нам дадут одеяло из завечей шерсти, или как-то так оно будет называться. Ну, короче, суть в том, что это что-то типа спального мешка. Вы его можете расстелить где угодно и полечь поспать. Удобная вещь. Даже очень-очень полезная вещь. Так, нам, походу, да, вот куда-то туда идти. Так, черные грибочки. Серафисик. Так что, короче, мы уже очень скоро заполучим и ее. Заполучим и овечью шерсть. Очень классную штуку. На самом деле. Блин, то сколько же здесь еще грибов-то, зацените, блин, а? О, что там, гоблины какие-то, что ли? Ух ты, а про гоблинов я не помню. Найти бы еще один огненный корень. Я вообще был бы самым счастливым рядом с человеком. Мне земля, мне до того огненного корня-то не хватает, для счастья, а? Бортиши. Ну, а что это не видать? Ух ты, золотое колечко. Ого, что тут такое болты? О, свиток еще и вызвал каменного голема, или превращение в каменного голема, что-то из этого, да? Кошелечек. Неплохая нычка, прямо скажем. Очень даже неплохая. Так, вроде бы мы все собрали, да? Вроде бы больше ничего такого не видать. А вот это что-то... А, это Серафис. Огольная трава. Помню, здесь, кстати, где-то должен быть варх. Мне что-то так запомнил, что где-то вот в каком-то закоулке должен варх быть. Но что-то... Что-то не видать. Видать, неправильно мне запомнилось. Что-то по всему. Да, никого, ничего тут нет. Хорошо. Да, и еще же нам очень важно будет, кстати, купить тот самый камень телепорта у того продавца, потому что я еще, не дай бог, забуду. Будет обидно, что вы могли в любой момент сюда вернуться. Это нам реально очень-очень надо. И, кстати, опять, заметьте, опять где-то звук пропал. То есть, абсолютно весь звук. То есть, блин... Опять не музыки, ничего. Я вообще не могу понять, что в это происходит. Что-то за прикол в игре такой. То есть, звук то есть, то пропадает вообще по каким-то непонятным причинам просто-таки-напросто. Ну вот мы, собственно, и в лагере. Дошли мы до него, наконец-то. Так, что у нас тут? Если я не ошибаюсь, конечно. Так, спрашиваю, у него еще закузнеца. И вот покажи свои запасы. Вот у него, видите, да, есть карта. Есть 3 сырых стали, кстати, это тоже все покупаем. И вот у него есть панцири краулера, две штуки. Вот у него есть зелепорты. Ого, а зелеманы у него, конечно, вообще понты. Ты шо? Я что-то думал, что у него будет побольше зелеманы, прямо скажем. Но, как видим, у него их вообще тупо понты. Так, вон, давайте продаем теперь весь свой хлам. Сейчас все такое самое ненужное продадим. Да, зелеманы, конечно, у него было не сильно. Но я так думаю, я так думаю, что, честно говоря, нам на долину теней должно хватить. Так, что тут? Ясеневый лук, мы, наверное, оставим. Хотя нет, наверное, продадим, потому что нам на него сновок с ним скоро хватит, да. Так, огненные стрелы продадим. Все остальные, пожалуй, оставим. Ну да, я думаю, в принципе, реально. Я думаю, должно хватить реально нам на долину теней, поэтому... В этой части мы обязательно туда отправимся. Так, что у нас тут еще есть такое не сильно нужное? Светки света нам не нужны, лечить среднера не надо. Вызвать демона не надо, все равно мы им воспользоваться не сможем. Смерть нежити не надо, ну и, по сути, вот... И вызвать волка надо еще продать, на поле волка. То, что тоже на коляда нам нужно. Волк нам нигде толком не приходится, и нигде нам не поможет. Прямо скажем. Так, вот кровенья еще продаем, кровенья. Да, блин, что-то я не так запомнил, что у этого паренечка будет побольше, конечно. Зелий маны, а как оказалось, видите, у него реально их совсем понты. К сожалению, было бы, конечно, намного приятнее, с него бы их там было бы штук сто. Но не тут-то было. Да ладно, я думаю, я же думаю, мы справимся и с этим запасом маны, который у нас есть на данный момент. Вот, я думаю, что нам должно реально хватить. Все, и панцирь и краулеров у нас теперь тоже есть 10 штук. Хорошо. Так, давайте сейчас себе еще наварим чего-нибудь. Убери это оружие, мальчик. Давайте сейчас себе наварим, наварим всякой ханки. Так, что у нас тут? Да, у нас тут, короче, вообще все, что хочет. Джин Экстра можно было наварить. Блин, мы себе ложку сломали, ну пипец. Хорошо, что у нас их несколько было. Сейчас наварим себе еще компота. Джин Экстра еще. Еще компота. Мушички. Где там еще можно компота себе сделать, ну капец. Все, и теперь варим уху. И тут, кстати, рядят еще, по-моему, должен быть какой-то сундук. Причем он такой, не самый, по-моему, плохой сундук на самом деле. Вот я хочу его проверить. Или он отстойный таки будет. А вот, блин, что плохо, что реально, забыл, там будет толпой сундук. Или а что попало, что называется. Вот это реально вот из головы вылетело, знаете. Вот, блин, помню, что там будет какой-то сундук. Помню, что точно, по-моему, даже согленная ловушка. И до него будет тяжело добраться. Вот, короче, я еще хочу успеть, так сказать, зачистить этот сундучок. Посмотреть, что там, да как. Блин, сколько же у меня-то ухи. Я же вот очень, блин, очень бы хотел, чтобы в этой версии 2.0 еще, кроме всего, сделали бы вот этот прикол, что можно было бы, допустим, сразу там 50 ушичек сварить, да. Или там 10 хотя бы. Но очень сильно напрягает этот прикол, что каждый раз, ну вот этот вот класс, этот долг усварить. То есть, блин, реально, почему не сделали такую вот фишку? С мясом сделали, а с ухой, блин, не додумались, что называется. И, честно, это реально напрягает, на самом деле, без приколов. Так, ну все, хп у нас, значит, 497. 497. Так, где там у нас компотики-то? Теперь 507. 517. 527. Да, зашибись. Все, засейвились. Ой, а телепорт, я у него, кстати, в натуре что-то выкупил, а то я даже и не глянул. Да, вот есть, здесь новая телепорт, все, отлично. Это мы тоже у него выкупили. Да, и вот где-то здесь, где-то, где-то здесь. Тут, смотря, будет еще их непредводитель, нетбэк, но я так и не понял, зачем он вообще нужен. Я как бы с ним разговаривал, и ничего нам такого архиважного, по сути, не рассказывать. Вот, походу, нам сюда надо. Да, вот, походу, сейчас сюда поднимаемся. Так. И вот там вот потом можно будет спрыгнуть и как раз попасть в этот, к этому сундуку, так сказать. А в этом сундуку я же был, блин, что плохо, что реально не запомнил там хорошие вещи или нет, потому что, если там ничего толкового нет, нам, в принципе, нет смысла сюда вообще наверх залазить. Ну, разве что, чтобы для того, чтобы добраться до того предводителя кузнецов, так сказать, самый крутой кузнец будет, смотря, вот здесь вот, в болотном лагере. А, вот этот сундук. Ага, значит, нам надо еще выше подняться, я понял. Опять-таки, если бы я изучил акробатику, мне бы туда добраться было вообще проблемами никакой бы не было, но я, как известно, ловкость не вкачивал, акробатику не изучал, и, короче, из-за этого мне придется сейчас потерпать, скажем так. Хотя, вообще, по-моему, здесь наверху, кстати, я тоже будут какие-то травки, поэтому, в принципе, возможно, и не зря мы сюда совсем залезли. Так, короче, значит, взяли маны в натуре, мне кажется, должно хватить, в принципе, 49 этих, для нас треять. Хотя, должно хватить, тем более, я думаю, мы там еще на дорожку сделаем себе 5 или 10 экстрактов маны. Пожертвуем, так сказать, столько луговых горцев, я думаю, что там с горем попал, нам хватит. А на лугово-криола, так и вовсе 100% хватит, потому что там вообще, в принципе, ничего такого-то и не будет. Так, и чего он... О, отлично. Мы даже практически и не ушиблись, как видим. Так, что у нас тут за сундучок, теперь давайте проверим. Стоящее или нет? Влево-вправо-вправо, влево-вправо, 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 влево-вправо. Делки-палки. Влево-вправо, влево-влево-влево-вправо, влево-вправо, 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 влево-вправо. Да, это, конечно, пипец, прикиньте, да, и ради такого сундука я вот так парился. И вообще не совсем, то есть, опять-таки, понятно, зачем вообще было такой сундук делать с замком. то есть тем более с таким сложным замком отметить что замок реально сложный да а реально единственная ценная вещь это там превращение в мясного жука по сути да и принципе этот свиток то есть я бы не сказал что он такой архиважного конечно в некоторых ситуациях очень даже пригодится но далеко не во всех ситуациях и теперь чтобы открыть она так вот страдать на грубо говоря так давайте сейчас чтобы не убийца здесь насмерть так 90000 такой не сильно нужно просто портанёмся суда вот а где уже уже это повод тоже можно что-то купить или его и сидру давайте-ка с ним поговорим повы с ним тоже можно поторговать вот да ты чем-нибудь приторговываешь а ночью тебя не братишка они ничего такого особенного нет нету это огненная трава к сожалению потому что это огненная но вы поняли огненный корень 2 по сути такого особо ничего не покупать так хорошо ну и давайте тогда еще раз наверно поднимемся реально наверх я просто чуть-чуть хочу поговорить с их неванным кузнецом потому что помню с ним тоже можно будет торговать а если с ним можно будет торговать то скорее всего что у него можно будет накупить остальных заготовок ну а накупившись стальных заготовок я думаю вы тоже это все прекрасно знаете что нам очень себе еще отмычка отмычки нам точно пригодятся в долине теней там будет очень много сундуков в принципе довольно таки много хороших сундуков как минимум один суду там точно нужно будет открыть ради того чтобы достать болтов для арбалета вершителя вот как минимум даже хотя бы ради этого да очень очень жаль что мы конечно зря потратили время только на тот сундук но опять-таки кто же был знал я думал мало ли дурташей быть ценное оказывается что там полный фуфилд был я бы даже сказал полнейший просто-напросто фуфилд вот так чё у нас тут еще есть серафис блин дать бы мне еще один огненный корень несчастный а жопы такие чтобы я себе смогу ман вообще не кисло повысить но ничьи даже лопат так вот барди и отлично какой-то тяжелый меня был по и получился с ними несчастными волками долларом прям таки эпически но главное что справились как говорится а где-то у меня джин экстра стать а чё ничего не повышают от скотина я-то думал он сейчас что-нибудь повысит но ничего мы уже близки к тому чтобы он очень будет повысила на что вы еще нашли немало этих самогонов и смогли себе сделать саму джинекса принту тут еще оба некий что вообще честно я не запомнил что это на этой верхушке почти никого не буду заказывается заселить сколько разных ребятушечек и гоблины и я на кто хочешь да ёлк палки ты где братишка и гоблины и варги кого реально только нет так отлично просто самой долине теней там хоть и будут люди да там будет лаги охотников или как-то так но там с ними даже можно будет торговать но помню ни у кого из них вообще не будет связи лиман то есть не там будут сидеря зелени лечения там тоже травки разные можно будет покупать но вот именно зелиман и тупо ни у кого из них не будет а поэтому то есть угольный корень да ёлки-палки что такого так пацаны я что-то не понял а куда идти а вот туда наверх точно поэтому такая беда что я побоюсь как бы она ухватилась зелиман и вообще там просто очень сильно будет ману нас расходоваться в реально пипец там очень много нежити будет даже целый город нежити прикидывайте то есть столица столица нежити не там короче все тусуются того будет очень очень много как вы подозреваете там будет очень много боссов разных очень много зверей которые без магии не убить то есть там будут и люди ящеры то есть с ними без магии опять-таки очень тяжело справляться на самом деле поэтому же мы там маны на расходуем очень много я даже не знаю хватит его от этой маны который я взял с собой но в принципе в принципе то есть на крайняк ведь а на крайняк можно будет просто банально воспользоваться мандибулами полевых жуков я вернее краулеров да у нас мы их не продавали не у нас есть и в принципе знаете как говорится на самый крайний случай это самое она туши нас сразу вспоминает весь запас маны вот пожалуйста опять-таки пример смотрите я не могу пройти сквозь эту листву приходится обходить это вообще жесть тоже надо было такие текстуры сделать здесь реально живот блин во всем пацаны красавцы вот в этом приколе с текстурами очень конечно большую из это надо поставить пол просто-напросто неужели нельзя было как-то постараться сделать и но это принципе на самом деле это мелкий такой недочет если смотреть он встречается только здесь пол в рудниковой долине больше его вроде бы как нигде не встречал ну и в принципе знать как говорится жить с ним можно это не вылеты из игры это не приколы с сундуками которых я уже не раз показывал рассказывал да там то есть в принципе это не самое страшное что есть в готике два возвращения но тем не менее тоже иной раз она действует на нервы приходится обходить переходить то есть тоже так напрягать немножко это прикол но повторюсь это не самое страшное что из готики два возвращения так помочь среди должен быть еще драконь и снэпер если я не ошибаюсь да вот там вот они стоят по дороге к нашему кузнецу вот сегодня серия у нас будет не сильно большая думаю моча скорости не кузнецом поговорим портанемся в замок и нервы на сегодня все к сожалению мне сегодня ребята времени не так много поэтому извиняйтесь за хронометраж как говорит сегодня серия будет не сильно ты большая и следующая серия в любом будет как как обычно там почти полтора часа или даже 2 часа поэтому сегодня так уже получилось серия будет короткая а что ж такое а ты можешь сдохнуть один конец а угольных корней так и нету так лучше помощью подлечиться потому что там кому вдалеке будут еще драконь и снайпер или даже двое их там будет я вот рядом ух ты шо еще ванна плюс 5 по центре нормалек я кстати рач это думал что я вроде бы еще не так-то и много этих грибов сажал оказывается видите уже достаточное количество чтобы поднять плану еще на 5 я же отличный лес вы здесь блин повысите себе атрибуты пипец как то что здесь и грибов и травок разных замечательный просто лезда кача по другому это не назовешь реально замечательный вес меня уже хилиться скоро будет вообще нечем кроме как зелий это грустно реально грустно так ну чё почти вы пришли а или больше не будет драконик снайперов да по ходу больше не будет читать так иду вроде бы как никого уже не видно слава богу но угол эту требовал посмотрите какой паренек запасливый насадил себе тут репы короче больше чем наверное у лобарта ну репу собирали продолжу не помню нам еще где-нибудь пригодится или нет то есть принципом все такие уже рецепты где нужна была репа то есть заюзали да тот же молоток у там где она там еще была нужна уже честно я не припомню поэтому даже не скажу нужна ли нам еще будет но на всякий случай на собираем знаете как я же как я уже говорил из уготики в принципе не бывает таких предметов которые вам не нужны в принципе все здесь может пригодиться так короче больше здесь брать нечего поэтому давайте с ним побазарим клинок ничего себе хочет остальную заготовку то бы тебе и братишка так и его братишка так купить вот он учете будет они у него только 10 отмычек есть прикиньте а я-то думал что у тебя там братишка много чего есть интересного то сколько у меня там остальных заготовок ну в принципе еще 10 отмычек купили плюс сейчас себе еще вот уже сколько мы сможем 30 еще сможем сделать поэтому в принципе в принципе с отмычками мы тоже по сути по сути по сути вопрос решили и как я это сделаю так вот если туда дальше идти и вот плохо помню там будет что-нибудь или не будет вот реально не помню а ну-ка так но если по сути зверя вроде бы никакого не видно может быть травка какая-то будет ухана но не шлепнуться отсюда вниз потому что я это вряд ли переживу о вот есть долговый горец как видите не зря мы сюда все-таки протопали так ну и кажись все теперь значит включаем этот портал берем даже давайте не в замок давайте даже знаете вот в старую башню к сардоса кстати говоря это ведь совсем забыл одну вещь одну очень даже важную вещь между прочим ведь здесь старый башни к сардоса там еще помните вот а шахта со снепперами так сказать там еще же дальше можно пройтись и найти шахту еще одного паладина мы-то ведь ее так и не зачистили поэтому давайте сначала займемся еще ею то кстати ря будет королева ползунов за нее можно будет получить как я думаю вы догадываетесь очки обучения вот так что по-любому нам туда надо сейчас бегать а потом уже наверное потом уже отправился в замок стеря здесь луговый горец как-то его так пропустил такую хорошую траву то так его только плохо помню как туда идти по вам надо сейчас будет через озеро это переплыть или а хотя зачем он путь когда вода можно просто пойти умный в гору не пойдет умный гору обойдет да вот и вот да идти сюда есть так мы выйдем какой-то еще шахте еще одной так стрел на натуре на тут будучи что еще поделать на самом деле там и кроме шахты по моему потом можно будет выйти к одному такому тоже хорошему местечку так что мы еще тут потусуемся как я уже говорил как я уже и говорил то есть на сегодня наверно у нас ребята все потому что с как-то у него так времени сегодня особо нету а следующий выпуск конечно же обязательно будет побольше надеюсь вам был этот выпуск смотреть не скучно потому что он был такой немного забагованный залаганный да очень много обрывов кадра было но это в принципе не моя вина это в большей степени вина игры да вот поэтому короче надеюсь что вам было это не скучно смотреть спасибо вам ребята за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока